Побои на десерт. Для жительницы Екатеринбурга вечер, начавшийся в кафе, завершился в больнице. Жительница Екатеринбурга утверждает, что ее избили охранники одного из городских заведений. В полицию обратились уже несколько посетителей этого кафе. С подробностями Ксения Лукина. И вот так вот меня скидывали с этих ступенек, я падала. Вот так вот два раза меня скинули. Это отнюдь не сценарий остросюжетного фильма. Светлана Курячая описывает окончание субботнего вечера. По ее словам, в юность, это недавно открывшийся бар в центре Екатеринбурга, она пришла вместе с сестрой. Спиртное девушки не употребляли, зашли просто потанцевать. А когда уже хотели уезжать, заметили, как знакомого им мужчину избивают охранники. Я давай выходить, и он вот так вот лежит, просто вот так вот скрутишься, чтобы ему по лицу не били. У него порвано ухо напополам. У него здесь все в крови. И они его вот так вот пинают просто и все. И я такая вот прямо отсюда, я такая говорю, вы что делаете? Попытавшись заступиться за посетителя кафе, Светлана и сама попала под горячую руку. По словам девушки, на нее набросились разъяренные охранники. Удары наносили руками и ногами. Ну я вообще не вставала, тут за меня ухаживала. Муж за меня ухаживали, дети. Ну ужасно у меня болела голова, у меня до сих пор болят все. Все, мне кажется, части тела, начиная вот отсюда и заканчивая. Потому что удар были. Ну удар были, не знаю. Мне кажется, они как минимум тэквондисты какие-нибудь, потому что они там и с локтя, и ногами, вот эти вот ребра, грудь. На больничном Светлана уже две недели. Синяки почти прошли, но вот ушибы и растяжения дают о себе знать. Светлана – мать троих маленьких детей и с перевязанной рукой ухаживать за малышами вдвойне тяжело. Поговорить с руководством кафе девушка пришла вместе с нашей съемочной группой. Однако, несмотря на разгар рабочего дня, заведение внезапно закрылось. Мне пока закрыто еще. А у вас сколько вы откроете? Открытие пришлось ждать на улице. Но ни с кем из руководства кафе поговорить так и не удалось. Руководство никаких комментариев сейчас давать не будет, потому что заняты. Светлана уже написала заявление в полицию. Рассказывает правоохранитель, и ситуация не удивила. С жалобами на это же заведение обращались еще несколько человек. Не только в этот бар, другие у нас периодически жалуются, что не пустили в бар. Человек в алкогольном опьянении выезжает на снаряд, выясняет у охранников, по какой причине не пускают. И все-таки оказалось, что доказать виновность охранников будет непросто. Если есть свидетели, которые могут подтвердить, что именно вот эти люди били, и эти свидетели смогут подтвердить свои показания, во-первых, полиция, во-вторых, в суде, то, конечно, это дело может завершиться уголовным преследованием. Пока никто из посетителей кафе или случайных прохожих не согласился выступить в роли свидетелей. Да и камер наблюдения поблизости тоже нет. Это было не такой уж глубокой ночью, все это произошло, вся эта драка. Было много людей, и никто, или они побоялись на самом деле, потому что парни были здравые, большие, спортсмены огромные и злые. Ну, никто за меня не защитился, никто не заступился. Светлана все же намерена довести дело до суда. Однако свое свободное время девушка теперь предпочитает проводить дома. Говорит, распоясавшиеся охранники надолго отбили у нее желание ужинать в кафе.